МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире ОРТ. Программа «Здесь и сейчас». Сегодня в Москве проходит встреча глав государств стран таможенной пятерки России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. На удивление, в повестке дня практически нет вопросов о таможне. Говорить будут о терроризме. Говорить будут то, что премьер-министры стран не договорили 8 октября на встрече в Ялте. Хотя терроризм имеет непосредственное отношение к таможне. Наша таможня уже не работает в Чечне с 1994 года. Здесь сейчас председатель Государственного таможенного комитета России Михаил Ванин. Добрый вечер, Михаил Валентинович. Я сегодня удивился сообщения со ссылками на вас. Началась подготовительная работа по созданию новой таможни в Чечне. Что имеется в виду? Это значит, что после 1994 года мы де-факто перестали присутствовать в Чеченской республике. Таможенные органы России в Чечне были демонтированы новым режимом. Тех людей, которые выполняли свой долг, служили в российской таможенной службе, мы оттуда вывезли. Мы никого не бросили. Мы этих людей трудоустроили в таможенных органах внутри Российской Федерации. Они продолжают у нас... А что вы сейчас собираетесь сделать там, в Чечне? Как только позволит ситуация, нормализуется. Мы сформируем чеченскую территориальную таможню, и она начнет работать в Чеченской республике. Считаем, что будем привлекать прежде всего тех людей, которые работали уже в чеченской таможне. Это будут выходцы, как правило, из Чечни. Разумеется, туда будут командированы и представители других таможенных органов. А что вас по опыту отсутствия там таможни или присутствия до 1994 года больше интересует в Чечне? Ввоз или вывоз? Чечня, как и любой другой субъект Российской Федерации, на наш взгляд, должна иметь свой таможенный орган. Для того, чтобы происходило нормальное таможенное оформление товаров, как по ввозу, так и по вывозу. До нынешнего времени все товары, которые направлялись в Чеченскую республику, они оформлялись в сопредельных субъектах Российской Федерации. То есть, Чечня таможенное оформление грузов не производила. Мы их оформляли в Краснодаре, в Ставрополье, в Дагестане, в Ингушетии, в Северной Осетии, но не в Чечне. Но контроль грузов, это же не только просто таможенное оформление, это же еще и контроль за контрабандой. Правильно я понимаю? Что в этом плане больше всего вас интересует? Вывоз или ввоз? Что касается нормализации обстановки в Чеченской республике, конечно, таможенная служба может и должна сыграть здесь свою роль. Мы считаем, что сможем обеспечить недопущение ввоза в Чеченскую республику оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Сможем обеспечить недопущение ввоза в страну тех материальных ресурсов, валютных ценностей, которые могли бы идти на поддержку террористов. Вот эти вопросы таможенная служба сможет решать на территории Чеченской республики. Это же касается и недопущения вывоза из Чеченской республики тех товаров, в частности, мы можем говорить и о вывозе наркотиков. Вывоз наркотиков? А почему нет? Тех самых наркотиков, на которые покупается оружие для чеченских боевиков. Вывоз из России? Вывоз из Чеченской республики, с тех заводов, которые производят сейчас там наркотики. На эти наркотики покупают... А много ли заводов по производству наркотиков в Чечне? Как минимум, мы знаем о существовании трех таких заводов. Вы знаете, что в Чеченской республике до тех событий, которые там произошли, в середине 90-х годов было очень развито химическое производство. Там работали химзаводы, там работали нефтеперерабатывающие заводы. Там сохранился персонал, который способен, к сожалению, производить современные наркотики. Сегодня милиция, по сути, осуществляет таможенные функции на въезде в каждый крупный город, контролируя ввоз взрывчатки. Если удастся взять в такое таможенное кольцо Чечню, необходимости этого больше не будет, на Ваш взгляд? Ну, я бы не стал смешивать работу органов внутренних дел с задачами таможни, поскольку милиционеры выполняют свою роль в рамках операции «Вихрь антитеррор», проводят досмотровые операции на предмет недопущения ввоза в российские города оружия, взрывчатки. Я имею в виду, что происхождение взрывчатки или ее транзит через территорию Чечни в случае Волгодонска, Москвы и Буйнакска – это уже, так сказать, факт? Нет. Я говорил о тех грузах и товарах, которые будут поступать в Чечню из-за границы и будут вывозиться за границу. Что касается таможни между Чечней и остальной территорией Российской Федерации, то этой таможни не должно и быть не может, поскольку речь идет о единой таможенной территории России. Это понятно, но пока мы не контролируем эту территорию даже силами милиции или войска стоят, собственно, все равно возможность восстановления суверенитета над этой территорией заключается в том, как я понимаю, если следует логике премьер-министра Путина, что создать этот санитарный кордон, и, как я понимаю, роль таможни здесь очевидна. Я уже сказал, что таможня свою роль обязательно выполнит, но ее задача будет сводиться прежде всего к тому, чтобы мы контролировали импортные грузы, которые поступают в Чечню, и экспорты из Чечни. Вот это наша роль. Остальные службы будут решать задачи по досмотру товаров и грузов, которые следуют, скажем так, во внутреннем товарообороте. То есть вас интересует граница с Грузией, да? Прежде всего, граница с Грузией и примыкающая к этому району граница России и Азербайджана. Встреча о пятерке завтра таможенной, где, собственно, как я понимаю, будут говорить о терроризме в основном, о том, как совместными усилиями с ним бороться, но пятерка называется таможенной, и, ну, с точки зрения журналистов, есть некоторый абсурд. В поиске дня нет ни одного вопроса о таможне. Поясните. Ну, что касается терроризма, я не буду комментировать, будет ли этот вопрос присутствовать там. Я знаю, что одним из основных вопросов будет вопрос дальнейшего развития зоны свободной торговли в рамках пяти государств-членов таможенного союза. Речь идет о том, что мы должны завершить выполнение внутригосударственных процедур по присоединению к договору о создании зоны свободной торговли и должны, наконец, договориться о том, что с 1 января страны-члены таможенного союза переходят на взимание косвенных налогов во внешней торговле по принципу страны назначения. Вот это будут главные вопросы. То есть производитель российский, когда он вывозит какой-то товар, он не платит вам никаких... Он не будет платить косвенные налоги здесь, он будет платить косвенные налоги в стране назначения товара. И, соответственно, также по импорту, да? То же самое будет происходить с теми товарами, которые будут поступать в Россию из стран пятерки. И это будет с 1 января? Это планируется сделать с 1 января, но упрощать ситуацию я бы не стал. Вероятно, завтра удастся договориться о том, что переход на принцип взимания косвенных налогов по стране назначения будет реализовываться через двусторонние соглашения. То есть так вот просто не получается? Так просто это не получается, потому что за этим стоят очень серьезные цифры. И как России, так и другим странам надо очень серьезно просчитать. И я думаю, что, возможно, будет идти речь и об определенных изъятиях из режима свободной торговли. То есть некоторые товары не будут подпадать под режим свободной торговли. И вернусь к Чечне. Вероятно, вы осведомлены хотя бы в некоторой степени о планах военных. Если вы планируете восстановить или создать новую таможню в Чечне, когда? Как только ситуация на северной территории Чеченской республики нормализуется, хотя бы относительно нормализуется, мы туда свой таможенный орган выдвинем. Я скажу, что наши таможенные органы не беззащитные. Мы люди вооруженные, мы сможем себя защитить и сможем одновременно решать те задачи, которые должны решать таможенные органы. То есть речь идет о территории над Териком, да? Та, которая и во времена войны была наименее, так сказать, безопасной. Предполагаю, что, конечно, мы начнем именно с этой территории. Дальше будем продвигаться вместе с тем, как будет нормализовываться ситуация в целом в республике. Это будет один таможенный терминал или это будет несколько КПП по границе? Как мы себе представляем, это будет чеченская или республиканская, или территориальная таможня. Мы сформулируем точное название в Грозном. И у нее будут свои таможенные посты. То есть вы рассчитываете, что она будет находиться в Грозном? Разумеется, в столице республики. Ну, собственно, поэтому я и задал свой вопрос о вашей осведомленности. Когда? В 94-м году она закончила работать в Грозном. Значит, мы должны в Грозный прийти с таможни и знамя российской таможни поднять в Грозный. В 99-м? Как только позволит ситуация. Я не буду упреждать военных, потому что они решают эти более сложные задачи. Мы туда придем вслед за ними. Спасибо большое, Михаил Валентинович. Сегодня мы сделали небольшой, но, по-моему, очень важный шаг для решения в России проблемы борьбы с терроризмом. Пусть небольшой, но главное здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ.